Всем привет! Сегодня 13 февраля 2020 года. С вами Дмитрий из Орла и сегодня я хочу рассказать вам о тактике обороны от голода. Те люди, которые занимаются поддержанием нормального веса, сбросом лишнего веса, здоровым образом жизни, питанием здоровым, часто сталкиваются с голодом, особенно новички. Когда нападает так называемый жор и нужно что-то делать в этот момент, слабые люди, они мечут все подряд, то есть открывают холодильник, начинают есть день, ночь, утро, все что видят. Булки со сгущенкой, колбасу, чипсы, печенье, все идет в ход. Но я против такого способа, потому что данные поглощенные продукты, которые я перечислил, они являются вредными, идут сразу в жировые депо, легко усваиваются и всасываются в организм, в кровь, сахар и так далее. И все вредные вещества, которые в них содержатся. Поэтому обороняться от голода нужно планомерно, спокойно и продуманно. Для этого самое главное нужно определить, первое, определить, какие продукты, полезные продукты, только о них и речь, какие продукты для вас подходят, какие вам больше нравятся, какие лучше вас питают, какие вам более приятные продукты и полезные и легко утоляют голод. Вот эти продукты вы, пожалуйста, себе держите всегда в уме, а лучше даже сделайте список. Это первое, то есть определить, какие продукты вас насыщают, полезные. И второй момент, заготовить, как боец заготавливает снаряды, патроны для обороны, заготовить порции этих продуктов. Или, по крайней мере, знать, где они у вас лежат, чтобы можно было быстренько сделать порцию. Итак, этот список, то есть не список, а такой легкий рисунок я сделал. Что на нем? На нас наступает голод. Вот стрелка. Это линии нашей обороны, то есть окопы. Окопы. Вот это мы. Вот это голод. На первой, в первом окопе у нас, как видите, суп. То есть суп можно сварить себе очень легкий. Например, капусту, немножко картошки, там немножко маслица, там. Ну, в общем, легенький супчик такой. Вот голод на нас начинает наступать. Раз, раз, раз. Он подошел к первому нашему окопу. У нас тут суп. Мы его съели. Естественно, голоду этого мало. Он продолжает на нас наступать, вытесняет нас из первого окопа. Мы переходим во второй окоп, где у нас каша. Вот по этому переходу. В реальности на войне он такой зигзагообразный. У нас он просто прямой, потому что так легче рисовать. Тут у нас каша. Мы переместились сюда. Голоду этого мало, супа и каша. Он продолжает наступать. Мы подождали еще немного времени, ну, скажем, 15-20 минут. У кого силы воли много, то полчаса можно подождать. Взяли, переместились в третью линию окопов. Тут у нас морковка лежит. Голод опять продолжает наступать. Но уже гораздо слабее, потому что мы уже съели и суп, и кашу, и морковку. Съели мы, и он уже почти ослаб. Мы еще подождали минут 10-15, и у нас заготовлено во врага летит крутое яйцо. Опа. И он уже практически остановился. Он уже не может. Еле-еле на окоп наползает. И можно еще тут выпить, допустим, стакан молока. Ну, у кого что, в общем, кому что нравится. Молочка мы выпили, и голод сдох у наших ног. Все. Дальше мы чувствуем сытость. Чувствуем удовольствие от того, что мы победили голод. Вот. И празднуем победу. Потому что вот во всех этих вещах суп, каша, морковь, яйцо, молока немножко. Можно молоко, чай, кофе. Тут совсем немного калорий. Во всяком случае, меньше, чем в пачке чипсов, я думаю. Меньше, чем в куске большом торта. Меньше, чем в коробке с печеньем. Или конфет. И все это полезно. И все это сытно. И это все будет лежать у нас в желудке достаточно долго перевариваться. Постепенно наполняя нас питательными веществами и ощущениями сытости. Ну, бывает такое, что либо нам это все приелось, либо голод уже очень силен. И на этот случай я вот лично, исходя из своих вкусовых предпочтений, приготовил еще небольшой списочек. Вот это мы убираем. Тут что может лежать? Опять-таки, чашка кофе или чая с молоком. Можно даже там какой-нибудь финик еще съесть, изюмчика немножко. Потом опять еще линия обороны. Что у нас? Горсть сырых орехов. Например, семечек или арахиса, или орехов. Там миндаль, фундук. У кого там по бюджету как. Тоже можно подождать съесть. Потом еще можно съесть, например, кусочек мяса или рыбы. Творог можно съесть в качестве перекуса. Или сыра нежирного. В особенных случаях, если мы, например, едим мало животных жиров, можно даже кусочек сыра с кусочком масла съесть даже. Оладьи из крупы. На капле масла поджаренные, вот из цельной крупы, можно такое вот оладьи в качестве перекуса использовать. А картофель в мундире тоже. В некоторых тяжелых случаях можно сочетание, значит, делать. Картофель с яйцом вкрутую. Или морковь с кусочком сыра или с творогом. Ну, в общем, или каша с мясом. В общем, это дело творческое. И тут нужен ваш эксклюзивный такой подход. Вы должны сами понять, какие у вас продукты насыщают питательные и полезные продукты. И заготовить их порции. Или, по крайней мере, держать их под рукой. Желаю вам успеха в обороне от голода. Я верю, что вы сможете его победить малой кровью. И отпраздновать свою победу. И голод перестанет вас мучить. Вы снизите вес. Будете стройными, здоровыми, веселыми и жизнерадостными. Всего вам доброго. Всем пока. С вами был Дмитрий из Орла. Субтитры сделал DimaTorzok